Это второй раз, когда я слушаю лекции Александра Гелича. В первый раз это было с курсом. И вот во второй раз это было даже интереснее, потому что ту информацию, которую я не поняла в прошлый раз, я поняла сегодня. И я увидела новые детали, и даже информация усваивалась по-другому, по-новому. Но, честно говоря, я не всегда всё понимала и даже иногда теряла мить рассуждения, поэтому я возвращалась немного назад, чтобы переслушать. Мне не хотелось оставлять какую-то информацию позади, чтобы потом ничего не понимать. И что в первый раз, что во второй раз мне иногда было настолько интересно, что я просто хотела сидеть, не думать ни о чём, просто впитывать и пропускать через себя эту информацию. Но вот если после первой лекции у меня были какие-то и мысли, и вопросы, то после второй лекции было сложновато. Может быть, мне просто нужно больше времени, чтобы осмыслить это. Вот, например, Александр Гирич спрашивает, возможно ли спасти театр от истории театра? Не совсем понимаю. Зачем театр спасать от его же истории? Мне казалось, что именно история наполняет театр. Вот здесь не совсем поняла. Но потом вот дальше увидела интересную параллель, мне показалось, что теория Дугина о иерархии органов восприятия не базируется немного на философии древнегреческих мыслителей, в частности, Аристотеля, Платона. И, например, в работе «Миф о пещере», где идёт олицетворение чувственного мира, зрение также играет главную роль. Возможно, здесь что-то и перекликается. Дальше Александр Гирич говорит, кто из нас зритель, кто актёр, это ещё надо доказать. А потом, чуть позже, говорит, что театр — это как новое пространство, куда мы входим без посторонних мыслей и быта. И зритель — есть душа сидящая и наблюдающая, то есть смотрящая. «Зритель». Вот что здесь имелось в виду, не совсем поняла. А вот дальше мне тоже показалось интересным. Одно из обозначений актёра — это персона, то есть личность. И Александр Дугин сказал, что личность — это маска, которую мы надеваем для общества, или персона, совокупность масок, которые мы используем. Но вот бывает же, когда ты остаёшься один на один, сам собой, и тебе не нужна маска. И если не личность, то как это назвать? Эго или сверх-я? А вообще, философия для меня — новый предмет. И я очень рада, что я познакомилась с этим новым предметом именно с Александром Геревичем. И я очень рада. Эго. 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 Продолжение следует...